Плотный игровой календарь выпал на долю Кемеровского клуба. Еще в минувшую субботу Кузбасс играл в Абакане, а уже в понедельник на своем льду принял Сипсельмаш. Пятый матч за 12 дней. Новосибирцы напротив пропустили последний тур и отдыхали на три дня дольше соперника. Поэтому на площадке в этот вечер выглядели чуть свежее. Павел Тетерин открыл счет в матче, ответом Кузбасса стал мяч Олега Зимцова. На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом новосибирцев 2-1. Поэтому болельщики Сипсельмаша находились в приподнятом настроении. Особо выделялся на трибунах «Волк». Плюшевый талисман «Сивус» номером 54 оказался добродушным и общительным. Я как бы талисманом уже третий год являюсь. Для меня это радость приехать в чужой город. Хотя Кузбасс, Кемерово, это считается даже соседней. Я не считаю, что это чужим городом. Для меня это просто в кайф приехать и поддержать свою команду. По ходу второго тайма в составе Кузбасса голы на свой счет записали Вадим Стасенко и Константин Зубарев. Склонить ход встречи в свою пользу команде Сергея Фирсова удалось ближе к концу заключительного игрового отрезка. Когда кемеровчане, пытаясь отыграться, бросились вперед и не смогли нейтрализовать несколько контратак. Сегодня был открытый хоккей. Мы в принципе знаем, что Кузбасс это не его место девятое. Это хорошая команда. Они всегда атакуют, никогда в обороне не сидят. Но сегодня у нас был прям принципиальный соперник. Мы хорошо настроились. Принципиальное противостояние сибирских клубов в этот вечер завершилось со счетом 7-3 в пользу Сипсельмаша. С реализацией моментов, конечно, не очень важны обстоят дела. Последние матчи у нас создаем первые моменты, первый тайм. Пытаемся играть более активно. Не реализуем. Игра бы совершенно по-другому устроилась. Не забиваешь ты, когда правила спорта действуют, забивают тебе. Поэтому вот эти пропущенные мячи. Следующие два тура регулярного чемпионата Кузбасс пропускает. Болельщики надеются, что этот небольшой перерыв поможет хоккеистам восстановиться после тяжелого выезда. Очередная встреча ожидает любителей русского хоккея 27 февраля. На лед стадиона «Химик» выйдет Архангельский водник. Татьяна Савельева, Дмитришилов, Андрей Лугодин. Новости моего города.